150 ваттная зарядка с четырех портовым зарядным устройством ган протокол power delivery версии 3.1 чип ган компактные размеры эффективная быстрая зарядка высокая частота низкие потери полноценный сенсорный экран rgb подсветка поддержка приложения и кастомизация как вы уже поняли это только малая часть того о чем нам заявляет сам производитель в рекламе к зарядному устройству под названием red magic дао 150 ватт ган но как же на самом деле дела обстоят у данной модели сейчас я вам расскажу но заранее скажу что я себе ее оставляю несмотря на тот за какой космический ценник я ее купил она огонь распаковка поставляется эта модель в интересно оформленной упаковке с прозрачной вставкой через которую мы видим само зарядное устройство на ней есть название и краткие характеристики модели в комплекте есть зарядное устройство с китайской вилкой настольная зарядная станция также с китайской вилкой переходника в комплекте нет к сожалению за такие деньги могли бы и положить далее есть кабель с тайп си на тайп си длиной полтора метра кабель с дисси на дисси длиной полтора метра у которого внутренний диаметр два с половиной миллиметра а внешний пять с половиной миллиметров документации и мешочек для транспортировки кабельное хозяйство хорошего качества и выполнена под стиль зарядного устройства вес устройства 586 граммов а габариты 101 на 35 на 71 миллиметров со станции 82 миллиметра 7 обзоров неделю выгружаю плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону первые три месяца это пока x6 про потом наверное будут редмики посмотрим что будет свежая условия для розыгрыша просты подписывайтесь на телеграм-канал скидок подписывайтесь на этот youtube канал с колоколом оставляйте комментарий больше пяти слов осмысленный и либо в комментарии либо в описании к своему каналу пишите свое имя в телеге и вы автоматически в розыгрыше если вы играете напишу так что на стримы которые ежемесячно проходят с розыгрышами приходить не обязательно они если что сохраняются переходим к зарядному устройству в продаже есть два варианта корпуса это лимитированная версия dragon и стандартная прозрачная ко всему можно выбрать между версии для сша и версии для с дизайн модели футуристичный выглядит зарядное устройство интересно помимо прозрачного корпуса еще одна особенность дизайна это настраиваемая rgb подсветка приложение для настройки подсветки можно скачать отсканировав qr код в кратком руководстве далее корпус выполнен из прочного прозрачного пластика также из части выполнены из матового черного пластика внутри можно заметить металлический скелет собрано зарядное устройство добротно но и цена на него не маленькая как на смартфон из минусов выделю только то что нет прорезиненных ножек на корпусе расположили к складную вилку которая спрятана в корпус открывается она без затруднений плюс хорошо фиксируется из полезного из жека дисплей на котором отображается состояние зарядки в реальном времени входная и выходная мощность и не только дисплей выглядит отлично яркости хватает ко всему его можно кастомизировать через фирменное приложение и даже установить различные динамические обои динамические обои подсветки это уже просто для привлечения пользователей так как выглядит это дело действительно интересно с другой стороны большинство из-за этого дела его и будут покупать для удобства сбоку добавили сенсорную область которая отвечает за переключение между основным информативным экраном и встроенным динамическим фоном также можно выключить или включить экран вместе с подсветкой станция которая крепится к тыльной части довольно удобно и для использования зарядного устройства на рабочем месте я к слову только в таком сценарии использую данную модель длины кабеля зарядной станции более чем достаточно далее по разъему мы имеем один юсби и порт 2 юсби си порта также 10 разъем юсби и порт имеет максимальную выходную мощность в 30 ватт и поддерживает такие протоколы как scp fcp кьюси версии 20 кьюси версии 30 кьюси 4 плюс и фси и apple версии 2.5 юсби си порты поддерживают power delivery версии 20 30 31 ппс quick charge 20 304 плюс и максимальная выходная мощность у них 140 ватт что касается dc разъема то он на выход имеет фиксированные 20 вольт семь с половиной ампер 150 ватт выходная мощность зарядного устройства переменного тока 60 50 герц 5 ампер а потребляемая мощность в режиме ожидания максимум полвата что касается остальных моментов зарядное устройство используют технологию llc для обеспечения высокой частоты и плотности мощности а также технологию dual chip control комбинирует чип daoha и gun с чипом с протоколом power delivery версии 31 все для того чтобы обеспечить эффективную быструю зарядку с хорошим контролем температуры для зарядки нескольких устройств одновременно с учетом их особенностей используется технология neo charger версии 40 что позволяет безопасно и эффективно заряжать различные устройства одновременно заряжать данным устройством можно ноутбуки игровые ноутбуки планшеты смартфоны наушники камеры игровые приставки и так далее распределение мощности при использовании нескольких разъемов одновременно вы можете наблюдать на экране но все просто система охлаждения отрабатывает отлично состоит она из медного листа и геля по тестам apple macbook pro на 13 дюймов 2020 года на м1 через юсб си порт заряжался от 0 до 50 процентов за 45 минут от 0 до сотки 2 часа 30 минут мощность держалась в районе 59 ватт и проседала до 30 apple iphone 15 pro заряжался от 0 до 50 за 30 минут от 0 до 80 за 1 час 5 минут мощность держалась в районе 20 ватт первые 50 процентов далее мощность упала до 10 ватт после всех этих зарядок я измерил температуру корпуса и в итоге температура была около 56 градусов система охлаждения отрабатывает неплохо также питал данным зарядником разные устройства и в целом она показала себя отлично мощность выдает стабильно с учетом устройства их особенности не пригревается выглядит отлично оба комплектных кабеля суперские по качеству да и в использовании зарядное устройство удобно конечно насчет подсветки могу сказать что это на первое время просто поиграться вот экранчик очень даже удобная штука с другой стороны лучше ваших родных зарядок вашему смартфону пока никто ничего не придумал так же как вашему ноутбуку минусом я отнесу цену так как она стала значительно выше чем на тот момент когда я покупал его я не думаю что много людей его купят но у родной джека такая особенность он особо дешево ничего не продает в итоге также как у анкласса минус за то что нет ножек цена можете посмотреть по ссылке в описании к видео и ужаснуться не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему лично телеграм-канал по ссылкам в описании пишите делать ли обзоры на такие диковинки это конечно не коврик за 40 тысяч рублей но все равно резюмирую red magic dow 150 ватт ган отличное безопасное зарядное устройство в целом по всем основным моментам она показала себя достойно но от меня девайсу нет из-за цены если бы цена была ниже в половину был бы другой разговор хотя я себе его оставлю для подсъемов и не только с ноутом будет работать девайсу от меня повторяюсь из-за цены нет отдельно цены да потому что игрушка еще то добра и удачи вам дорогие друзья друзья